Наконец, последний аспект этой жизни в мормонской церкви, которую мы назовем империей информации или империей прессы. За время своего существования мормонская церковь очень глубоко проникла в сферу массовой информации. Мормонам принадлежит старейшая и вторая по значимости газета в Salt Lake City, которая называется Desert Morning News, а также целый ряд других обычных электронных средств массовой информации, как в США, так и за рубежом. Церкви мормонов полностью принадлежит вещательная компания, которая называется Bonneville International. Она была создана в 1964 году. В 1980 году дочернее подразделение этой компании начало транслировать заседания генеральных конференций церкви через спутник на весь мир. На территории Соединенных Штатов компании принадлежит 25 радиостанций и один телевизионный канал в Salt Lake City. В телепрограммах, в светских изданиях и в сети интернет церковь СПД постоянно размещает рекламу, которая пропагандирует семейные ценности, книгу мормона и саму церковь как восстановление истинного христианства. Все, наверное, знаете, что в России есть такой переводной журнал американский, называется Reader's Digest. В русском издании этого нет, в американском издании мормоны постоянно публикуют рекламу книги мормона и своей церкви. Очень важным инструментом стратегии общения с людьми для мормонской церкви является табернакальный хор. У мормонов в Salt Lake City, неподалеку от их главного храма, находится такое овальное здание с такой очень выпуклой крышей, называется табернакль. Там находится большой орган, это, по сути дела, один большой концертный зал. И вот для выступления в этом зале создан специальный хор, который называется мормонский табернакальный или храмовый хор. И это действительно очень профессиональный хор, за участие в котором бьются самые образованные, самые талантливые музыканты и исполнители. И этот хор постоянно путешествует с концертами по Соединенным Штатам и по всему миру. И участвует в очень серьезных мероприятиях, которые по всему миру происходят. Соответственно, этот хор стал практически визитной карточкой мормонской церкви. И его записи, его выступления по телевизору привлекают внимание очень многих людей. Начиная с зимней Олимпиады 2002 года, мормон, как я уже говорил, активно использует достижения своих спортсменов как рекламную акцию, чтобы привлекать внимание людей к своей церкви. В 2004 году при частной компании Infobase Media, которая тоже принадлежит мормонам, было создано подразделение LDS Media, задачей которой является издание официальных публикаций мормонской церкви в электронном виде или в виде аудиофайлов. Наиболее известными продуктами компании стали электронные библиотеки официальных текстов церкви на лазерных дисках, версии для компьютера и карманных компьютеров. В светских фильмах уже очень давно присутствовали персонажи мормона, но обычно светские фильмы скорее высмеивают мормонские ценности, потому что мормоны слишком консервативны для современной американской ментальности. Поэтому обычно мормон – это комический персонаж. Тем не менее, мормоны в последнее время решили переломить ситуацию и за последнее десятилетие вышел целый ряд фильмов художественных и документальных, которые рассказывают о мормонах уже с мормонской точки зрения. В 1999 году мормон Ричард Датчер снял первый фильм о мормонских миссионерах уже с точки зрения самих мормонов. Фильм назывался «Армия божия» и оказался достаточно коммерчески успешным. После этого компания, которую Датчер создал, выпустила 24 фильма, которые рассказывают о жизни мормонской церкви. По крайней мере, один из этих фильмов, который называется «Труд и слава. Американский Зион» в 2005 году, который вышел на экран, был переведен на русский язык. Я видел его в обычных наших пунктах видеопроката или видеомагазинах. Этот фильм рассказывает об одном из эпизодов истории ранней мормонской церкви, связанной с именем Джозефа Смита, ее основателя. Помимо того, среди мормонов есть целый ряд писателей и поэтов, которые тоже публикуют свои сочинения. В последнее время эта продукция переживает свой расцвет, в основном благодаря успешной серии романов писателя по имени Джеральд Лунд, который выпустил целую серию романов под названием «Труд и слава». Вот тот фильм, про который я говорил, как раз был снят по одной из его книжек. В настоящий момент мормонская художественная литература обеспечивает более половины продаж всех книжных магазинов, которые принадлежат мормонской церкви. Продажей книг, фильмов и прочей продукцией мормонов занимается специальная компания, которая существует при церкви, называется Desert Book Corporation. Ей принадлежит 30 книжных магазинов в западной части Соединенных Штатов Америки. Те из вас, кто интересуется научной фантастикой, наверное, знают имя человека по имени Орсон Скотт Кард, человек, который написал достаточно большое количество романов фантастических в разных жанрах. Этот человек тоже мормон, и хотя в его книжках, насколько мне известно, никакой активной пропаганды мормонизма нет, тем не менее, это еще одно из тех хорошо известных лиц, которые мормонская церковь использует, для того, чтобы наладить связи с людьми, для того, чтобы привлечь людей, пробудить в них интерес к своей деятельности. Видеосеминария ТВС «Благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Ну и просто вот, чтобы закончить разговор о том, что представляется у мормонская церковь, буквально еще одно короткое замечание, но очень важно. Мормонская церковь оказалась в фокусе внимания прессы совершенно неожиданно в последний год или два, после того, как начался всемирный финансовый кризис. Дело в том, что у мормонской церкви существует специальная программа, которую они называют «жизнь с расчетом на будущее». Это не точный перевод, я на ходу перевел английскую фразу. Но идея заключается в том, что каждый мормон обязательно должен хранить у себя дома запас еды и каких-то необходимых вещей в расчете на непредвиденные ситуации, на какую-то катастрофу, на войну или на что-то еще. То есть у каждого мормона обязательно дома должна быть кладовочка, где лежат нескоро портящиеся консервированные продукты, какой-то запас воды, одежды, необходимых моющих средств, для того, чтобы он мог прожить месяц или два, не обращаясь никому за помощью. И помимо всего прочего у самой церкви мормонов есть специальное подразделение, огромные склады, на которых хранятся тоже консервированные продукты, запас одежды, запас каких-то необходимых химических средств и всего остального. Как правило, эти продукты производят компании, которые принадлежат к мормонской церкви. Соответственно, церковь их может приобретать достаточно дешево. И те люди, которые потеряли работу, те люди, у которых возникают какие-то финансовые трудности, могут написать заявление в свой местный мормонский приход, для того, чтобы им оказали гуманитарную помощь. И тогда человек, получив разрешение, может прийти на этот склад и взять все, что ему необходимо. Взять еду, взять продукты, взять какие-то необходимые вещи, для того, чтобы пережить трудные времена. Историческую часть разговора о мормонской церкви мы с вами опустим, потому что она хорошо изложена в видеофильме, который существует на русском языке. Мормон и христианский взгляд. И, кроме того, книга «Царство культов» Уолтера Мартина тоже хорошо рассказывает об истории мормонской церкви. Мы с вами не будем задерживаться на этом моменте и перейдем прямо к разговору об учении мормонской церкви. И начнем с разговора о том, почему мормоны считают себя истинной христианской церкви, восстановлением однажды утраченного настоящего христианства. Продолжение следует... Продолжение следует...